Евсеич! Евсеич, послужи! Ослабанить! Послужи! Ослабанить! Сколько ты, Евсеич, на свете годков живёшь? Сколько начальников видел? А всё, живь-состоишь! Много годов я вышел. Много начальников видел. Жив я с ним. Ведомо ли тебе, что мы здесь целым городом сироты помираем? Ведомо? И то ведомо ли тебе! Отчего бездельного родства такой обычный промежнаст учились! Это не бедомо. Нет, с правдой жить везде хорошо. Я же и моё дело справедливо, так ссылай ты меня хоть на край свет. Мне и там с правдой будет хорошо. Это точно. С правдой жить хорошо. Только вот какое я тебе, древнему старику, слово молю. Лучше тебе с правдой дом сидеть, а не беду на себя накликать. Нет, с правдой мне дома сидеть не приходится. Потому она, правда, матушка непоседлива. Ты глядишь как бы в избу, да на платье влезти. Она, правда, матушка. Из изба вон гонит. А вот что. Ну что ж. По мне, пожалуй. Только как бы ей. Правде-то твоей. Не убежать на рожонку. А ведь коровку-то твою у тебя надо продать. Потому недоимка. Это святое дело. Простите этому, молодцы. Ежели кого обидел. Ежели перед кем согрешил. Ежели кому неправду сказал все простить. Ежели перед начальством загубил. Ежели в зачищиках был. И в том ресторане. Простите. Простите. Если мы очистим остров истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только большая или меньшая порция убиенных. Кто эти убиенные? Правы они или виноваты? И насколько? Каким образом они очутились в звании убиенных? Все это разберется после. Но они необходимы. Потому что без них непоком было бы творить поминки. В правлении гордоначальника негодяева некий Ивашко Ферафонтьев был посажен на цепь. За то, что говорил хульные слова, что всем, где людям, в еде равное потребно стоит. И кто, где ест много, пускай делится с тем, кто ест мало. И сидя на цепи, Ивашко умре. Во время управления городом князем Ксаверием Миколадзе 33 философа были рассеяны по лицу земли за то, что нелепым обычаем говорили трудящийся, да яст, не трудящийся, да вкусит от плодов безделия своего. Подведнут был распростным речем Алешко Беспятов за то, что в укору городоначальнику Бени Валенскому, любившего заниматься законодательством, утверждал «Худы те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже от распростных речей, да с испугу и с боли умре. Продолжение следует...